дорогие мои друзья сегодня домашний влог в принципе у меня такие такой канал влоговый вот и сегодня хочу вам что показать мне пришел заказ вайл перес я заказывала на в интернет-магазине вайл перес небольшой такой заказик я еще к новому году там кое-что заказала для сада много для рассады конечно заказала я буду вам показывать все и рассказывать а сейчас хочу показать что я буду сеять сейчас в ноябре и что у меня уже посеяно пришла мне вот такая книжечка несколько дней назад я ее практически все уже прочитала главная книга разумного огородника от галины кизима да кстати хочу сказать очень интересная книга садом я занимаюсь уже не один не два и даже не три года и не 4 можно сказать с детства но был перерыв конечно когда бабушка ушла из жизни потом далее начала заниматься много конечно я на своем опыте уже знаю о выращивании с чем-то не согласна но во многом согласна многих вещей кстати я даже и не знала очень интересная книга здесь даже написано полезное свойство растений до таблицы всякие сейчас немного вам покажу сроки посева семян разных культур на рассаду но интересно девочки книжечка мне очень понравилось про каждую культуру отдельно откуда призрала произошла ну стоит почитать мне понравилась вот такая книжечка вот эту книжечку не начинала я вам в конце видео вставлю вставочку заварила себе чай из травок кто смотрит мои видео знает что мы с дочкой у очень любим травяные чаи из своих травок да то что выращиваем в огороде и вот купил вот такую книжечку наши дачные лекари живые витамины я ее еще не читала но здесь про множество множество растений видите в картинках они не цветные черно-белые но про каждую культуру и овощи здесь и фрукты и зелень и травы и листья всякие много-много всякого интересного наверное но еще не читала потом вам буду рассказывать вот такую книжечку себе приобрела как вы знаете я люблю и вязать в домашнем влоге как-нибудь покажу я связала дочки повязку очень красивая у нее все подруги хотят такую повязку себе связала повязку от осталось 6 зимой я очень люблю читать вязать до выращивать рассаду заниматься растениями я разносторонний человек вот такие книжечки пришел вот заказ заказала семена я себе сегодня возможно еще закажу семена сортовых помидоров несколько новинок чтобы в следующем году посадить тоже знаете что я собираюсь свои семена сортовых помидор и высаживаю из своих семян урожай намного лучше получается чем искупую из покупных семян соответственно кто собирает свои семена конечно об этом знает вот и несколько новых сортов 3-4 сорта новых я высаживаю каждый год чтобы испытать если не получается в какой-то год может быть неудачный то сажай на второй год но это я вам расскажу когда буду показывать семена которые я приобрела и из каких сортов я собрала семена свои из каких нет и расскажу что у меня удачно в этом году что нет это будет отдельный про томаты именно про томаты про покупку семян отдельно а это вот то что свалбер из пришло сейчас я покажу то что я буду сажать сегодня в таком пакетике приходит кто ни разу не заказывал буквально пришло через два дня иногда приходит прям на следующий день заказ очень не нравится волдырь из есть конечно что то дорогое есть конечно что то не очень дорогое подешевле надо смотреть это набор это у нас четыре лета до фирмы четыре лета вот такая и это для балконного выращивания для выращивания на подоконнике сейчас расскажу в наборе здесь был набор кстати очень недорогой именно но и семян конечно в каждом пакетике я вам сейчас скажу в каждом пакетике по 3 семечки а нет вот в этом количество семян 5 штучек но для томата 5 штучек это хорошо потому что мы порой и в магазинах покупаем семена достаточно дорогие все равно там пять штучек вот вот такой томатик урожай с балкона и подоконника baby томатик baby ни разу не выращивал томат baby высотой 10-15 сантиметров для горшечной культуры и открытого грунта раннеспелый буду выращивать на подоконнике хочется мне своих томатиков не так конечно многих не покушаешь плодоносит конечно томатики на подоконнике хорошо я уже выращивала но конечно это не для еды больше для удовольствия больше для того чтобы любоваться но можно сорвать и скушать конечно он съедобный очень вкусный томатик вот это опять же не знаю baby буду первый раз выращивать потом в комплекте урожай с балкона и подоконника да это базилик овощной вот так в горшочке это домашний базилик вот посажу базилик тоже ни разу не выращивала домашний базилик в этом году насушила тоже свой именно красный базилик зеленый что-то рассады я хотела так и почему-то его не высадила вот такой попробую кстати кто кому интересно 4 пакетика семян стоит очень дешево стоит 60 рублей вот этот весь набор для выращивания на подоконнике так вот такой томат желтая шапочка у меня красная шапочка есть и есть томатик сейчас будут на подоконнике вам показывать забыла как называется вот желтая шапочка вот такой томатик то расчет и никогда не знала кстати первый раз увидела баклажан медальон что можно выращивать в горшке на подоконнике вот такой мини баклажанчик и вот с таким маленьким баклажанчиком не знаю что из этого получится потому что баклажан подвержен вредителям придется конечно опрыскивать конечно биологическим средством вот потому что у меня рассада баклажан уже к высадке постоянно на нее тот ли она летает то белокрылка и вот не знаю буду опрыскивать но попробую высажу вот сегодня буду высаживать сейчас горшочки подготовлю и вам тоже покажу пришли мы с вами на подоконник и хочу немного показать что у меня растет у сына на подоконнике вот такой красавец колес солнышко у нас пока еще есть он конечно не имеет такую раскраску уже как летом у него лист темно-темно-бордовый и по краешкам такая зеленая бахрома идет сейчас уже больше зеленого в колесе и меньше красном но зимой колеса меняет цвет им не хватает солнышка хотя мне дима уже повесил лампу видите лампу потому что я уже выращиваю вот такой красавец колес здесь стоит вот такое растение это растеница мне подарила моя соседка подачи она была в хомяке и там растенится стоят которые можно брать бесплатно которые уже вот такие плохие и после покупки можно взять растение бесплатно она взяла себе одну и мне две штучки одно одно растение подарила подруге вот видите это цветоносов это растение уже цвело и вот новые приросты вот эти листики видите я опрыскала они заболевали но уже пришли в порядок все хорошо и вот новый прирост вот такие ажурные листики и новый приростик хорошо себя чувствует одно из растений это было летом в хомяке тоже бесплатно раздавали это толстянка толстянка еще называют денежное дерево можете положить золотую монетку 10 рублей в горшочек и будут денежки но это так конечно шутка ну ради эксперимента вот такая толстянка буквально в этой толстянки было два нижних листика я ее буду делать на штамбике вот поэтому оторвала два нижних листика было всего лишь два листика я ее летом посадила в горшочек она мне была на даче смотрите уже как обросла сколько много листиков появилась и видите боковые приросты пошли боковые приросты а это девочки это у меня уже конечно какой год я ее отсюда уберу у меня росла таких длинных горшках петуния на даче и оттуда я чуть-чуть земельку взяла в этот горшочек буквально горсточку перемешать ее с покупной с другой землей и видно попало семечко и смотрите выросла самосевом петуния конечно я эту петунию теперь возьму пересажу в отдельный горшочек и будет у меня расти я ее буду прищипывать будет служить мне как маточник я буду брать череночки к весне у меня будет много петуния смотрите какая ты петуния хорошенькая вот так питоне самосевом очень сходит это моя бутылка тоже моя подруга валя если будешь смотреть валешь смотри какое огромное дерево стало из твоей бутылки это растение мало мало чай из мало чаевых но в народе называют бутылкой вот такие приросты огромный вот такой красавицу я его виду два ствола вот такой красивый здесь очень много прироста вот такой пушистый и смотри какой отросток огромный он дал я его пока не пересаживаю если захочешь напиши мне я тебе пересажу так здесь моя орхидей к сейчас покажу здесь моя орхидей к орхидей к смотрите девочки дала детку я вам одну показывала в предыдущем влоге детку дала вот здесь сверху 2 орхидей к а это дала новый прирост один листик 2 листик и вот внутри третий листик новый прирост дала и дала смотрите боковую детку прям практически от корня вот так моя орхидей к растет и вот стоит моя тепличка сейчас я потом включу лампу стоит моя тепличка и что же в тепличке а в тепличке у нас девочки вот такая красота зашло сейчас я вам покажу и расскажу какие томатики я сажала смотрите вот эти томатики вытянулись видите такие достаточно большие и вытянулись но это ничего страшного это я вовремя не успела открыть тепличку и соответственно томатики подтянулись томаты можно заглублять я их буду пересаживать сегодня в горшочке в отдельный и буквально вот так практически до семидольных листочков я их буду заглублять у томатов все знают то что из стебля если его заглублять даже томаты нужно заглублять из стебля идут корешки и он покроет весь стебель корешками там от лучше укорениться будет коренастый и красивый вот такой томатик сейчас скажу вот видите раз два три три томата это у нас я скажу это томат ли она ли она у нас томат я сейчас покажу он 50 сантиметров но 50 сантиметров он в грунте в грунте когда вы его высаживаете в теплицу или в открытый грунт на подоконнике он у вас будет не более 30 сантиметров и такие томаты тоже можно выращивать в домашних условиях на подоконниках все томаты которые имеют не более 50 сантиметров росте они будут у вас 30 сантиметров а может быть 25 вот там от ли она очень хорошо плодоносит очень вкусный томатик я решила его посадить потом вот этот маленький томатик он такой вы будет он 30 сантиметров томатик и это томат пиноккио 30 сантиметров для балконного и оконного выращивания вот такой приземистый низкорослой лопопусечка тоже буду в отдельной горшочке и 3 томатик у нас это богата хата он тоже девочки 45 50 сантиметров в теплице значит его можно спокойно высаживать в домашних условиях он будет давать урожай он будет 30 сантиметров а то и ниже здесь у меня перчики но все знают что один сорт и второй сорт видите перчика у меня перцы сходит намного дольше чем томаты поэтому не делайте как я я отсюда аккуратно выкупаю видите мне зубочистками отведено место как бы отведено место под перцы и посадила томатики аккуратно выкупаю и посажу по горшочкам а перчики оставлю но лучше перцы высевать отдельно потому что у них дольше намного семечки раскрываются они намного дольше сходит а томата быстрее это у нас томат дубрава томат дубрава также 50 сантиметров и вот домашних условиях я его заглублю и будет все отлично наверное чтобы девочки не было длинным очень видео хотя это и домашний влог домашний влог обычно длинный бывает но не хочется мне сегодня длинный влог делать я вам сейчас покажу томаты которые вот сейчас я вам показала в рассаде уже взошли мои томатики и покажу их на картинках чтобы вы имели представление вот и включаю лампу хотела показать в какие горшочки я буду пересаживать томаты как я буду мыть но я обязательно вам сниму видео помою горшочки в какие горшочки в какие поддоны да как я буду пересаживать томатики вот эти чтоб они росли и дальнейшее их не развитие я просто покажу в другом влоге а сейчас уже темнеет и включаю я вот так мою лампу лампа кстати очень хорошая я уже рассказывал где я ее покупала в каком-то виде уже не помню она не очень дорогая но очень хорошая ну вот как обещала показываю вам и покажу вам чай и уже над покажу вам чай и потом уже попрощаемся показываю вот такой томатик ли она высота 35-40 сантиметров даже девочки вам неправильно сказал не 50 сантиметров для на а 35-40 сантиметров и поэтому плодики у него крупнее чем учили у самого маленького конечно он такой достаточно мясистый вкусный томатик но он как раз подходит для выращивания дома вот имейте ввиду вот такой томатик так давайте перчики так отложим сначала про томата и это богата хата видите тоже не 50 сантиметров а 35-45 сантиметров и также он подходит для выращивания дома пиноккио вот такой коренастенький пиноккио будет так пиноккио он по моему маленький-маленький хотя хотя сейчас скажу давайте мы с вами почитаем до высота 20-35 сантиметров он прям маленький коренастенький будет томатик пиноккио я посадила вот еще не посадила кстати вместе вот с этими я посажу томатик пуговка скороспелый он для выращивания дома и на балконе и томатик пигмей вот такой у меня еще есть надо посмотреть по моему у меня уже есть свои семена но врать не буду точно не помню и вот такой томатик дубрава я посадила вот дубрава у нас по моему до 40 50 сантиметров но на окошке он у вас будет не более 30 сантиметров а вот эти томаты которые заявлены 35 45 сантиметров он и будет у вас 25 сантиметров он будет невысокий вот такие томатики я посадила выращиваю на подоконнике буду сажать у меня есть специальный контейнер для микро зелени я себе покупала в том году покажу вам этот контейнер расскажу для тех кто не знает как в этом контейнере что выращивать расскажу свой опыт и посажу микро зелень еще посажу лук буду сажать все буду вам показывать вот такой острый перчик еще скажу как он называется я посадил клюв сокола я его сажаю уже третий год он такой жгучий но он маленький он во-первых красиво смотрится на окошке очень декоративный в горшках в саду за место цветов на веранде где угодно и вот дома я его выращиваю очень хороший перчик низкорослый и вот такой раннеспелый перец острый венгерский желтый но это не очень острый перец это сейчас скажу полуострый перчик он очень хорошо идет в консервации именно вот уксусом с медом заливать очень вкусно очень полезно плоды полуострого вкуса вот так но пойдемте девчули пойдемте друзья делать вкусный чай сейчас хочу заварить чайчик вот такой мне чайничек мне он очень нравится он у меня уже два года и мы с дочкой вот сашенька на даче постоянно пьем чай из травок сашенька с утра прям ходит собирает мяту одного сорта второго мелису листья смородины малины и всякие всякие очень любят ягодки клубничку и прямо сюда добавляет и заваривает каждое утро чай с травками свеженький она прям любитель у меня прямо очень любит травяной чай мальчики нас не любит дима не пьет травяной чай артема тоже не пьет а мы с сашей очень любим дочка у меня привыкла про мам я чайчик заварила пойдем попьем пока я в огороде копаюсь саду что-то делаю такая нам не умничка и сейчас буду заваривать всем кто пьет чай или кушать всем приятного аппетита вот начала я засыпать сюда вот засыпала апельсиновой корочки листья малины листья смородины мяту двух сортов чуть-чуть добавляю обычного черного чая индийского до чтобы цвета потому что если одни травки кто новенькие девочки молоденькие если одни травки то чай будет такой прозрачный зеленоватый чуть-чуть черного чая совсем добавляем у меня есть шиповник но шиповник как правило я сначала размачиваю в горячей воде оставляю его на несколько часов а потом уже добавляю в чайничка заваривать так как я в не размочил сейчас я его добавлять не буду но вот при простудах слава богу я уже хорошо себя чувствую намного лучше вот и хорошо лучше помнить много витамином с шиповники но сейчас я его добавлять не буду так этому час сюда положим а еще у меня есть знакомый сосед вадим ал привет тебе если будешь меня смотреть он как-то подарила такие кедровые орешки и я их порой добавляю вот в чай буквально там две-три штучки очень очень полезно очень хорошо дают вот такие масла сейчас добавлю чуть-чуть орешков и буду заливать у меня разные здесь чаи это дима не дима это нам соседка она ездила в геленджик привезла глинтвейн вино но это вино не натуральное конечно глинтвейн а глинтвейн натурально делается вот как сейчас вам покажу кто хочет почитать сейчас фокусируется вот смотрите кто захочет почитает вот такой глинтвейн надо будет тоже приготовить как-нибудь и здесь всякие и покупные мои травки так что это у нас это у нас листья малины всякие всякие здесь это у нас мелиса листья свой листья смородины черная мелиса всякие здесь даже вот такие есть зверобой это покупной потом валерьяна всякая апельсиновые корочки вот так мы . заготавливаем это для полоскания это ноготки и цветки да ну все-все очень бред чабрец и свой у меня есть и еще витраду его здесь еще храню свои баночки и вот видите всякие всякие разные тоже это сушеная черноплодка всякая разная мята там и вот так у меня здесь всякие для чаев баночки хранятся всякие травки полезненькие вот сейчас заварю чаечек и на этом буду с вами прощаться всем до новых встреч всем самое главное девочки мальчики всем всем самое главное в нас в нашей сложившейся ситуации самое главное здоровье конечно же хорошего настроения потому что отчаиваться ни в коем случае нельзя господь нам сказал радуйтесь и не унывайте не ужасайтесь и не надо ничему ужасаться так всему надлежит быть так должно быть надо надо радоваться каждому дню который нам дает господь радоваться быть счастливыми любить родных близких даже чужих ко всем относиться с пониманием и ни в коем случае конечно же стараться никого не осуждать не судить не суди не осуждай ты не судим будешь вот на этой нотке на этих словах я хочу заканчить свои видео всем добра любви и всего самого но наилучшего кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь ставьте лайки или дизлайки кому как нравится и все до новых встреч с вами была ваша воля всем пока пока вот такая красота у нас получается очень вкусно очень полезно вот такая красота у нас и вот так теперь он пускай настаивается наш течек чтобы он получше заваривался допустим вот так залили и опустите пускай он постоит минут десять и опять чуть его вот так приподнимите приподнимите чтобы он получше заваривался и пускай вот воздух вот эти все масла все выйдет и вот так он постоит минут десять и опять я его приспущу и ведь он прям на глазах темнеет еще на улице нету даже максим кто там баксик еще на улице время еще даже нету четырех половина четвертого посмотрите уже как темно сегодня 18 ноября и уже вот так темно короткий день стал и погода мрачная конечно но все равно любое время год и красивая а вот мой цветочек красотулечка до красотулечка растет антоша травку буквально все уже поел я ему новую посеяла а это все уберу она уже маленькая маленькая здесь осталось и он уже ее не стала а была вот такая высокая я вам показывал травку очень хорошо кушает